Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минска городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. С начала года столичные спасатели потушили уже более 540 пожаров и загораний, на которых погибли 9 человек. К сожалению, печальную статистику пополнила и нынешняя неделя. Минск чрезвычайный. Во вторник в Минске на пожаре трагически погибла женщина. В девятиэтажке по улице Авроровской горела квартира. Об этом в дежурную службу МЧС сообщили соседи. На полу в коридоре спасатели обнаружили хозяйку, она была без сознания. 50-летнюю женщину пытались на месте реанимировать, но медики оказались бессильны. В настоящее время причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии. Неосторожность погибшей при обращении с огнем и неисправность электросетей и электрооборудований в жилой комнате. А вчера поздно вечером по номеру 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Уборевича. Из горящей квартиры работники МЧС спасли 41-летнего хозяина, его 52-летнего брата и их знакомую. Никто из них не пострадал. Вероятнее всего к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении хозяина. Будьте осторожны с огнем, а также следите за исправностью электропроводки и электроприборов. Не оставляйте их включенными без присмотра. На улице весна в самом разгаре. А это значит, что проблема весенних палов сухой травы и другой растительности и как следствие увеличение количества пожаров становится все более и более актуальной для работников МЧС. Урон природе, уничтоженные огнем дома и хозяйственное строение, гибели, травмирование людей. Вот тот итог выжигания сухой растительности, который, несмотря на все увещевания, повторяется из года в год. Помните, что за незаконное выжигание мусора и сухой растительности предусмотрена административная ответственность. Штраф от 10 до 40 базовых величин. А в случае уничтожения или повреждения чужого имущества, виновнику придется возмещать еще и гражданские иски. Но самое страшное, что эти ситуации приводят к трагическим исходам жизни человека. Для того, чтобы избежать беды, ни в коем случае не жгите траву. А вот сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать правила безопасности. Делать это можно только в безветренную погоду, вдалеке от зданий, имея при себе воду в достаточном количестве и никогда не оставлять огонь без присмотра. Чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией, сжигая мусор, соблюдайте эти элементарные правила безопасности. Будьте здоровы и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.